Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители, с вами Родригес. И Сайбат, всем привет. И мы стоим возле нашего... Господи, как это называется? Мёд? Мёд, мёд, мёд. Возле нашего мёда. Уля, уля, вот, вспомнил. Улей, улей. Улей с мёдом. Улей с мёдом, который, да. И мы сейчас, наверное, будем что делать? Мы посмотрим на вот эту вот кучу. Вот эту кучу, которую навалили нам коровы. Огромная, 50%. 51 тонна, представляешь? 51. Я помню те времена, когда мы собирали по крупицам буквально. Помнишь, Сайбат, да? Сколько килограмм? Сколько-нибудь там, несколько килограмм. Мы уже на погрузчике подъезжали там. Ну, забирали. А сейчас уже 51 тонна, и мы должны что-то с этим делать. Что-то с этим делать. Так, ну давай, смотри, мы начали убирать поле 17-е. Там у нас созрела пшеница. И 16-е тоже, кстати, созрела. Ладно. Давай глянем. А, и на 17-е поле тогда я попробую отвезем на воздух разбрасывать. Как ты думаешь, пойдет? Пойдет. Да, да. Но сначала мы должны его загрузить. Возьмем сейчас какой-нибудь погрузчик. Давай большой. Давай большой. Вот этот, который у нас колесник, да? Да, да. Он на базе, да? Все-таки надо его протестировать как следует. Посмотреть, что из него выйдет. Вообще, оставим мы его в будущем или нет? Ну, в смысле, поверим, да? Баганет, не баганет? Баганет он или не баганет? Будем ждать. Пользоваться пока что, да? А 16-е поле у нас готово, да? Да, все готово. Все стоит. Прекрасно. Ждем пока, ждем. Нам травой бы побольше навозить коровам. Мы что-то нифига не возим пока. Да, они у нас прям на одной... На одном силосе, да? Ну, в смысле, что это у них? На смеси, на смеси. И коровам травы, и это, и на силос травы отвезти. Вот, я про что имею в виду. Да, это надо заняться. Дело такое. Долгое, да? Торопиться нельзя. Кстати, у нас один, смотри. Здесь, этот... Так, тут у нас полная уже. Тюк у нас один валяется. Бесхозный. Где? А, вот. Зелененький, что ли? Сенок? Да, 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 да. Ты про него не забыл? Не, 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 я помню. Я не знаю, он... Навряд ли, наверное, у меня получится его захватить. Да, пусть валяется, че. Не страшно. Оп. Не, не получается. Ладно, бог с ним. Так, сейчас... Короче, мы замерили. Точнее, не замерили, в смысле, это, засекли, сколько у нас тон было. 400 однотонна была пшеницы. Мы сейчас будем проверять каждое поле, сколько у нас с каждого поля идет. Это на жидком навозе, да, мы удобряли, получается? Да. Так вот, жидкий навоз, сколько мы сейчас соберем с поля? Мы что-то, по-моему, только с двух полей, ну, это, замеряли, а с одного поля сколько мы не замеряли. Сейчас проверим. Так, ну, в общем, я сейчас загружаю удобрения. Давай, да. А, ты уже загружаешь, ну, подожди, дай-ка я телепортну сейчас. Давай, давай, скорей. Сейчас. Мы загрузили все это дело. Ну, вот. Смотри, как он ломается, ломается погрузчик просто. Ну, давай, давай, смотрим, что там, получится, нет? Вид из глаз достаточно вообще неудобно. Вообще непонятно, да? Вообще непонятно, да. Вот так вот проще, конечно, будет. Со стороны видней, как говорится. Давай потихоньку. Ну, я тебе грубо, большой, видишь, какой. Да. Не просыпем, а? Потихоньку, давай, потихоньку. Я смотрю, прям шатает весь. Стой, 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 потихоньку, потихоньку. Стой, стой, стой. Потихоньку. Стой, я сейчас сяду вообще у него. Стой. Да, засыпается, засыпается. Ага, давай забыть. Сыпается, да? Потихоньку прям. Поближе к себе маленько. Стой. Вот так идеально вообще. Сыпь. Ну, смотри, переворачивай. Еще маленько можно. Во, пошел процесс. Даже звук слышу, как оно валится. Я тоже слышу, ну. Лепешки. Так, ну, в принципе, хватит, принцип, хватит. А, ну, хотя бы нам уже везти далеко. Давай маленько еще закинь. Вдруг расплескается, да, по дороге? Да не, просто чтобы потом уже не ехать еще раз. Так, сейчас я пока пшеницу отвезу здесь. Ну, ты разберешься сам, если что, отвезешь, да? Конечно. Конечно. И, кстати, это отвезешь туда и включишь сейлку сразу на пшеницу. Пусть она идет, потому что она как раз успеет здесь посадить. Пока мы уберем это поле. Ну, 17-е поле, мы сейчас все это дело повезем. Давай, давай. Ну, мы сейчас проверим сначала, да, если что, хотя больше, в принципе, куда брать этот прицеп, я не знаю. У нас пока сильно коровы столько и не валят, чтобы прям, да, возить постоянно. Мы жидким навозом будем тоже пользоваться, чаще все-таки, наверное, да? У меня осталось в ковше 5 тонн 999 килограмм. Ну, нормально. Как ровно. Так, 6800 мы загрузили и повезли. Это все дело удобрять. Удобрять мы будем 17-е поле, которое сейчас уже комбайн наш половину уже собрал, по-моему, да? Да, больше даже. Больше половины уже собрали. Мы удобрим, посмотрим, а слушай, вот если мне такая вот идея прошла, если мы, значит, вот этим вот твердым удобрением, да, посыпем поле, потом, значит, жидким, можно так? В два раза, что ли? Это что будет вообще? Еще потом химию, что ли, на брызгательном? А, кстати, давай проверим как-нибудь, вот чисто ради интереса. Давай сейчас и проверим. Не-не-не, подожди, мы сначала замерим точно. А мы сначала посмотрим, как жидкий, а потом сначала твердый, да? Да, сейчас мы, получается, сейчас мы жидкий замеряем, сколько он нам соберет, получается, пшеницы с одного поля. Потом твердый, а потом... А потом, кстати, сначала еще можно будет третий этот разбрызгиватель, химию, да? Замерим, запишем где-нибудь с тобой, чтобы забыть. А, да, да, у нас же еще разбрызгиватель. А потом все вместе нафигачим туда, да? Интересно. Тесто ради прикола, да? Они будут такие толстые, что... Колоски будут такие толстые, что комбайн не возьмет просто. Да, он будет, знаешь, там, два метра прошелся, еще полный. Он будет затачивать каждые 15 метров, да? Так, вот интересно, как это все работает. Мы еще ни разу не делали, не удобряли. Он что-то должен распылять это все дело, да? Так, ты куда уже? Ты что делаешь-то? Погоди, я подъехал к 17-му полю. Зачем? Ну, ты зачем пока что-то делаешь? Ты сначала... А, мы хотели же сначала засеять, господи. Конечно, ты что? А, я чуть, представляешь, я что-то прям заговорился. Я отогнал эту сейлку, значит, в сторону. Все, 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 понял. Я же говорю, сначала посадим. Да, мы сейчас все это посадим, точно. Пока она пусть постоит. Нам еще потом на 16-е поле она будет все это комбайн переставлять. Так что у нас еще времени много. Успеем. О, все, садится. Да, вроде ровненько, ровненько я взял. Должен он ровно садить. Ну, все нормально. Поторопился, да? Да, я чуть слушаю это, не удобрил. Вот было бы. Так, еще что у нас тут происходит на других полях? Кукурузное поле у нас должно сейчас культивироваться. А хотя подожди, слушай. А если, по идее, в жизни надо сначала посыпать навозом, а потом уже сажать, понимаешь? Культивировать. У нас же сажалка сразу культивирует, понимаешь? Ну да, естественно. Перемешивать, я не имею ввиду. А здесь, наверное, так не получится. Здесь как бы это, ну чисто как уже компьютерно, да, сделано, что удобрять. Потом уже, после сделки. Нереально, да? Так, правда. Ну ладно, что, фиксим-то. Так, слушай, давай, значит, садить-то с кукурузой-то тоже надо. Нам какой-то нужен трактор выдернуть, какой нам не нужен. А у нас свободный есть? У нас, по-моему, где-то же свободный должен же быть. Не знаю. Посмотри. Ну только Урсус остается. Ну как бы это. Ну пока, пока тут еще... А ты, между, сразу садить, что ли, начать? Ну кукурузу, ну. Пусть, ладно, что-то, сажается, ладно. Так, самец тут. А потом можно... А, вообще... А Уртус, ты на Уртусе, да? Да, я на Уртусе, я поехал, я привез удобрение, поставил там рядом с 17-м полем. Как тут посарит уже хорошее, ну, достаточно много там... А, ты имеешь в виду... Понял, понял, понял. Ты сдернул, да, его, получается, прицеп. Понял, понял. Вижу. Так, я вот сейчас уберу наш плуг немножко подальше от поля, чтобы у нас... Он не создал аварийную ситуацию. А, слушай, а что нам нужно, может быть, купить комбайн? Сейчас. А? Взаметься желток. Слушай, хорошая идея. Денег хватает у нас? Да, давай я сейчас поставлю Уртусу, да, на засейку. Давай-давай. И мы поедем, продадим уже этот комбайн, потому что... Маленький совсем. Маленький совсем. Он уже не вывозит наши объемы, которые мы тут делаем. Это у нас что, первый получается, да, комбайн? Ну, в смысле, второй. Второй, да. Это второй по счету наш комбайн. Мы возьмем сейчас четвертый. А сколько он стоит? Чей? Кощей, да, который будет. А Кощей 380 стоит. 380 тысяч, да? А у нас жадкая желтая пойдет на него? Ну, должна, да. Вроде бы. Ты думаешь? Я думаю, пойдет. А мне кажется. А мне кажется. Тебе кажется, пойдет, да? А мне кажется, нет. А? Почему? А потому что? Ну, мы проверим, мы проверим. Мы проверим. Смотри, уборочные машины. А ты с жадкой поехал вместе? А комбайн для чего он там сделан? Под какие эти... Комбайн? Вот такие жадки, да. Которые мы сейчас будем брать. Под все сделан. А жадки, в смысле, какие? Мы именно жадки, конечно. Ну, красные жадки, Кощейские. Ну, красная жадка, это вот, получается, Кощей 9 метров ширина. У нее, нифига себе. 49 стоит. Подожди, а у нас вообще какая у нас сейчас жадка? Широкая же, да? Правильно? 9-метровая тоже. 9-метровая у нас. Ну, все правильно? Вот, одна есть у нас. 71-30. 71-30. Это у нас. Слушай, у нас работник опять косячит. Смотри, как он делает. Он вот эти вот... Он разворачивается небрежно опять. Небрежно разворачивается. Смотри, он кусками просто. Слушай, ну, я не могу понять вообще, на Кощей 92-30 у нас, а жадка для него, где-то для него жадка. Кощей, который написал... 92-30 на него жадка 76 тысяч стоит. Так, вот, значит... Ни фига себе! Сколько? Так... Да не подойдет нам эта жадка, вот что я думаю, просто и все. Потому что она сделана, одна жадка дешевая для 71-30 сделана, Кощей, а другая для 92-30. Посмотри. Посмотри. В магазин. Ну, ну, ну. Че-то я... Вот два Кощей красных. Ну. Один Кощей наш, который у нас есть. А один Кощей следующий, получается. Да, возьмем, посмотрим. Ну, давай. И потом жадку мы всегда можем... Желтую цепани просто, и все. Мы потом можем эту... Что, сразу я везу просто весь комбайн с жадкой, со всеми делами. Если она цепанется, то ты цепанется. Если нет, то придется жадку продавать. Потому что она нам не нужна, в принципе, будет. И завязывать с этим полем. Да? С кукурузой. Так. Да, комбайн, конечно, рвет. Рвет 21 километр в час. Смотри, уши там отлетят у тебя от скорости. Да, я, наверное, как-нибудь... Форточки надо закрыть, чтобы не выдуло. Скорость такая бешеная. Ой. И... Да, ну вот мы и везем наш комбайн. Как на расстрел он поехал, такой медленно. Он будет скучать по нам, конечно. Ипс, да? Конечно. Хороший был комбайн, в принципе. Много, много нам принес добра. Наверное. Мы его мыть не будем, наверное, да? Да, мы его. Товарный вид ему создавать, наверное, не будем. Мы уже так что-то продали грязное, ничего вроде, да? Вроде принимает, да? Да. Жалко, жалко. Жалко у него такая крутая. Вообще, в будущем, сейчас мы вообще вот этот комбайн возьмем, он более мощный и вместимый в два раза. Если не в три, да? Там я не помню, сколько у него объем, которого сейчас... Сейчас я тоже гляну, мне интересно. У этого, значит, по-моему, 6400, да? А у этого 12300. В два раза, короче говоря. А который у нас сейчас вот третий, сколько? 10500. А, 10500. Это 12300. Нормально, нормально. Получается, мы в два раза реже будем ездить за кукурузой, правильно? Ну, конечно. Это вообще удобно будет. Так, сеялка сеет нормально у нас. Все. Сейчас. Ты смотри там это. Ты где, кстати? Я движусь. А, ты еще едешь? Ой, я что-то... Так, магазин у нас же в той стороне. Ты шагай себе, куда уехал-то. Да, я рванул прям сразу в магазин. Ага, я вижу. В другую сторону. Так. Наш супермаркет. Что-то я не понял. А ты зачем отцепил этот... Не-не, я ничего не... Ты кофш не отцеплял с навозом? Нет. Я, прикинь, приезжаю, а он на полу лежит. Ну, видать, он был гружен и оторвался. Опа, нифига, он подлетел просто. Ну, как обычно, ты знаешь. Да. Так, ну, в общем, у нас и здесь куча нашей техники стоит. У нас тюка каких-то... Как это? Тюка подборщик. Тюка подборщик? Нет, тюка подборщик у нас другое. Тюка... Господи боже мой. Как называется этот? Тюки-то делает, который? Тюка... Тюка подборщик? Нет. А который тюки создает сам? Тюковщик. Тюковщик, господи. Иногда вылетают прям слова, да? Так, что ты... А, я не понял. Опять это зафигачило. Так. Круза-то опять застряла, прикинь. Что, ты пойдешь посмотреть? Да, сейчас пойду. Сейчас я поставлю, подожди 5 секунд буквально. 10 секунд. Как наш комбайн улетит. Сейчас, сейчас. Ты уже там? Мы его только выставили, я его только вот все. Сейчас, сейчас. Рекламу в газетах подали. Все нормально, Бордец комбайн. Сейчас, сейчас, сейчас. Нью Холланд. Чуть-чуть осталось. Шикарный. Интересно, какой сейчас у нас будет новый. Как он? Давай посмотрим, сколько он стоит будет. 90 тысяч он будет стоить. Слушай, у нас сейчас 350. 350. Так. Хватит. Все, я продаю его. А где жатка? Жатка здесь. А если чем, жатку затолкаем, да так? Хорошо, все, давай, покупай. Жду обновь. И покупаем новый офигенный комбайн. Опа. У нас осталось 60 тысяч. Нифига он, слушай, такое, нифига, тысяча литров. Тысяча литров у него. Обалдеть, смотри, вот эта машина, да? Вот. О, ничего, шнек, смотри, у него какой длинный шнек. Сейчас я кручу. Круто, 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 круто. Офигенно. Слушай, у него вот эти вот гусеницы. Это же что-то знаешь из... Смотри. Комбайн будущего такой, да? Смотри, 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 смотри. Офигеть, это что за фигня? Это куда сыпать? К соседям в огород? На соседнее поле. Просто засеивай, да? Оп. Все, что? Ничего не надо брать. Нормально? Да, конечно, нормально, она бы и подошла. Потом, когда уже денег накопим, тогда уже, да? И возьми. Ну-ка, дай-ка я его изнутри гляну, как он... Давай, давай, сейчас я. Сейчас, 5 секунд, подожди. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Что ты там покоишь? Трубу, трубу смотри, складываю. Как она там сложится? Конечно, жадка она не подходит к нему, но мы потом новую жадку возьмем. Закрылась. Да, круто, круто. Все, садись. Я, кстати, не посмотрел, ну ладно. Я сейчас пока буду разгружать комбайн. Какие красные сидения. Ну, я говорю, как вчера, и все красные, да, такие кощей. Шикарно. Воу, такая тачка. Вот это, я понимаю, комбайн. Уже серьезный, 1000 литров, да? Кстати, слушай, а можно знаешь, что сейчас сделать? Можно поменять их местами с этим, с красным. То есть, поставить на красный, на вот эту кукурузку, а пшеницу собирать вот этим, потому что у нас пшеницы все равно больше, правильно, поля? Ну да. И другие поля мы сейчас засадим, ну, в будущем. Что, поменяем тогда? Я сейчас еду тогда... Сейчас прям хочешь поменять? Давай. Давай, шлепнем, давай. Все, сгружай там полностью, останавливай его. Давай, ну сейчас это приедешь, и я сгружу полностью, да и все. Слушай, он еле 31, 32, с горочкой 33. Да ты че? А сколько у него по круизу написано? 32. А, то есть, нифига, на 10 километров больше? 34. Ну и 35 даже было, но... Ну это вот когда нитров включаешь, он нажает... Пару километров добавляет? Да, пару километров, но... Ну, нормально че. Нифига тут яиц-то дофига. Ты тут был все собрал? Я собрал все яйца. Давай еще раз соберем. Еще раз, еще дофига. Иди собери, кстати, попутно пока. Сейчас он там, я это, разгружу полностью прицеп. Так, я сейчас задание возьму. Если есть каноло, так, каноло нам не надо. Каноло? Сколько каноло надо? 78 тонн. У нас только нет ничего. Каноло 78 тонн. Да, шикарный, конечно, комбайн. Это... Таких в жизни не видел. Не знал, что даже такие есть. Да, я думаю, это еще не самый лучший. Хотя, в принципе, может и самый лучший. Даже игра все-таки. Да? Да. Должны были запихать хорошие сюда. Куры у нас прям работают на все 100%. Они впахивают, и яйца только отлетают. Ну, хорошо че. Так, ну че, тормозить туда, комбайнчик. Да, тормози, и сейчас мы поменяем жатки. А тот комбайн отвезем туда на кукурузное. Ага. В поле. Сейчас я подъеду. Так, жатку я оставлю здесь. Как она цепляется? А, вот. Он вообще легко ее... Помнишь, помнишь, первый комбайн, который мы брали, вот этот? Жатка его чуть ли не перевернула, его. Ха-ха-ха. А этому пофиг, да? Да, этому вообще по барабану. У нас столько здесь еще... Смотри, веток лежит. И бревна. Надо потом как-то это все увозить. Давай, прям ее просто кидаю. Надо было просто жатку. Ага. А я же подъеду. Опа. Обменяемся. Рокировочка. Рокировочка. Опа. Подцепил вообще легко. Родная, смотрите. Это его родная. Сейчас будем собирать нормально, да? Давай попробуем, как эта труба выставится, когда? Стой. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Ты сейчас что, оденешь? Знаешь, про что я говорю сейчас? Стой. Ничего не делаешь. У тебя не цепляется, что ли? О, есть. Прикинь, я сначала подогнался, думаю, все, не цепляется. Ну вот, отлично. Собирай, собирай пока. Отъедь немножко в станку. Я сейчас... Давай. Езжаем. И потом выставишь трубу. Ну, уже это... Оба. Открываемого. Здесь, как знаешь, это... спутниковая какая-то антенна. Ага. Чтобы ловила хорошо, да? Так. Заработало. Заработало. Давай, давай. Сейчас маленько соберет и это... О, выключи эту солому. А, пока нафиг не нужно. Солому так. Выключить у нас отделение солома. Пока есть соломка. Кстати, проверить, солома-то есть. Потому что без соломы делаем сейчас все. Так, ну все, пошел, пошел процесс. Солома, солома, солома. Так, солома есть. Все нормально. У коров. Прекрасно, прекрасно. Я прям налюбоваться не могу. Ты смотри, какая... Ну все, смотри, сейчас как она будет выставлять трубу. Смотри, смотри. Можно где-то здесь нам, да, встать, наверное? Фигеть. Прикольно. Вот это беспроблемно сейчас будет, да, сыпаться? Смотри, как далеко берет. Вообще можно там... Не париться просто. Не париться, но... Ну, ей спокойно, если себе. Ну, вот эта вот хорошая задумка, это уже грамотно, да? Это вообще нормально, наконец-то, да? И высоко получается, ишь, как она. Ну, и скосок прям, высоко. Че, поехали, попробуем этот. Давай я на этом тогда доеду. Навоза разбрасыватель. А, навоза разбрасыватель. Ага. Хорошо. Фигеть. Давай. Так, где он у нас тогда? На че его отцеплять будем? Так, а че он там свободный? Какой у нас... Все заняты пока комбайны, да? Ой, господи, трактора на что? Да-да-да. Все заняты. Трактора заняты. Че туда делать? Отцеплять этот нафиг, да и все. Все, я поехал. Слушай, Сайбот, я что-то подумал. Думаю, интересно бы нам, жадко бы тоже под этот комбайн-то купить. Это сколько денег-то? Это сколько будет стоить? Вот в чем интересно. 70 кацарей? Так, у нас Нью-Холланд, она 9-ти метровая. И точно такая же есть, правда, в обслуживании чуть дороже. Но вот она для Кащея 49 тысяч. Зачем она? 49 тысяч. Но лучше брать больше. Здесь 12-ти метровая. Есть, но просто в будущем можно взять, например. Не, ну мы возьмем эту игру потом. Капелла, 12-ти метровая. Просто дорогая, я тебе говорю, еще 70 кацарей на стоит. Да, да, да. Хотя, в принципе, если фэту продать, да, нафиг нам пока не надо. Пока должна справиться. Че, пойдем, на вас разбрасывайте, попробуем. Давай. Там можно нанять работника. Ой. Все, садись в ламбу. А, ты здесь? Да, все, я здесь уже подъехал. Садись-то, я проверю. Снаружи. Что у нас ламборджини-то наш? Че, наемника поставить? Он, сука, там, кстати, он много разбрасывает. Ну, в смысле, ширина-то большая у него. Давай посмотрим. Я не знаю вообще, какая у него ширина, сколько он будет тут разбрасывать. Ого себе, вот это нифига поваляково. Че это, че это? А, нет, смотри. Ширина маленькая. Маленькая ширина. Ширина маленькая. Видел, что там было? Да это вообще было. А сколько потратилось? Много? Слушай, может нам в парк поехать-то? Ха-ха-ха, навалить туда? Народ, а то там вальяжный народ такой ходит. Обсыпать их. Ну, под этого жидким наехать. Ты жидким, а я этим. Так. Ну, все четко. Во, пошло. Просто сырая, короче, земля так же, да, получается. А сколько? Тратится быстро? Тратится. Да, сейчас я посмотрю. Посмотри. Ну, ничего прикольно, прикольно. Просто мне интересно, она когда закончится, опять так же будет исчезать просто, да? Тратится быстро, короче, очень быстро тратится. Нам надо побольше, наверное, было брать, да? Кого? Этот поделить? Да. Да не, не, нормально, нам хватит пока. Слушай, давай я тогда на погрузчике, на колесном подъеду просто сюда, да? Возьму полный ковш. Да подожди, подожди, бессмысленно. Может быть она будет исчезать оттуда просто. Понимаешь? Как исчезать? Ну, в смысле, здесь-то она не кончится и всё. А, понял. Надо проверить, да? Ничего же не кончается. Ну, давай проверить сначала. Ты лучше... А, блин, тут всё занято. Ну, ладно, сейчас мы проверим. Я пока сейчас на нашем комбайне доеду до наших полей. Посмотрим, что там у нас работнички, как работают. Культиватор меня расстраивает, то, что срезает он слишком... Криво? Резво как-то он двигается прям. Да, неаккуратно работает. Мне кажется, надо его уволить. Ну, тут все, блин, так работают. Я вот на этом сейчас сижу, он опять прокосячил, не всё побрызгал. Да? Ну. Косяк. Да. Так, 13% осталось, 10%. Сейчас он развернётся, посмотрим, что будет. Одно радует, погодка хорошая, да? Погодка шикарная вообще. Красотень. Красотень. Утром, кстати, был небольшой туман. Обычно здесь утром, кстати, туманно. Ну, дело... Чё заканчивается? Смотри сейчас, стой. Заканчивается? Ну-ка, дай-ка я туда подъеду. Не-не-не, всё. Так же, короче. Поехал дальше. Давай, знаешь, что, попробуем? Вот сейчас я сделаю. Оп. И буду смотреть. Ага. Исчезает, если у нас. Точно, точно. Так, 927. Не-а, не исчезает навоз, смотри. Не исчезает? Нет, не исчезает. То есть, короче, всё, всё. У нас бесконечный навоз есть. Понимаешь? Вот это нам повезло, да? Да у нас всё такое бесконечное. И жидкий навоз тоже не кончается. Блин, ну это капец жалко, да? Ну, в смысле, что как бы хотелось бы даже, чтобы наоборот покончалось. Ха-ха-ха. У нас халява получается. Халявка. Халявка небольшая. Ну, небольшая халявка. Тоже не помешает. Так, у нас, смотри, этот уже полный. Слушай, а прицеп-то у нас где? Какой прицеп? Кто у нас, соответственно, за комбайн? Так, где трактор? Я? Я. А, это на ламборже некоторых? О. А сейчас, по-быстрому разгрузим. Целью набрал 12 тонн наш новый. Нормально, 12 300. Я сейчас до конца, получается, дособираем. Надо не забыть это, проверить, сколько насобирали с этого поля. Жидкий навоз. Да. Жидкий навоз с этого поля, сколько собираем. Так. Вообще не парюсь, да? Все-таки подъезжаем. Оп. Смотри, вот это аж нек. Ху-ху. Обалдеть. Это здесь такие, знаешь, используются мощные насосы, да, или что это такое, да? Чтобы все это прокачать туда. Афиг, я не знаю, как это все устроено, непонятно. Но выглядит эффектно, да? Да. Выглядит эффектно. Супер. Да, вот с этим комбайном уже, конечно, намного проще стало удобнее, нежели с теми были мучения одни какие-то. Особенно с желтым это вообще капец. Желтый это был, да. Головники убираем потихоньку, да? Головники выходят. Так, ну все. Так. Что его туда? А, ну ладно, пока подождем туда, разгрузим полностью. А потом уже это удобрение включу еще раз. Так, это засеиваем. Значит, культиватор у нас культивирует. Все хорошо. Наши поля подготавливаются опять под кукурузом. Силос у нас, кстати, готов. Силос, который мы сейчас... Я не знаю, куда нам его тратить-то. Давай пока пусть полежит, потом, если что, в крайнем случае, на биогаз дадим за деньги, да и все. Да. Колесный погрузчик у нас... Стоит. Ждет. Колесный погрузчик ждет у нас. Я думаю, не знаю, я хотел-то вообще подъехать к тебе и привезти тебе, в общем, этого навоза. Да пока все уже. Пока не надо. Ну так пашет. Теплички, что там у нас с тепличками? Давай теплицу запопахаем еще одну, а? Давай. Есть деньги на нее? 56 тысяч, можно даже парочку. У нас эти теплички у нас... Как бы сказать-то? У нас, по-моему, больше с помидорами, чем с капустой. А, на одну больше. Да. Так, а вот теплицы где мы будем делать? Слушай, надо вырезать дерево, мне это кажется. Здесь дерево мешает. Какое? А вот где дальше? Дальше по длинной колте. Да, вдоль забора где? А ты где находишься? А вот где ты сейчас ходишь, я прям вот как раз... А, смотришь сюда? Да, вот это дерево, походу, придется его убрать. Оно прям мешает. Не могу ровно поставить. Ну давай, берем. Тенек, правда. Ладно уж что. Давай, берем. Давай, берем его тогда. Купай эти бензопилы ворованные опять. Возьмем бензопилы. Ну. Опять надень, да? Потому что у нас их опять икуродут. Ну, а что поделаешь? Хотя бы... А ты одну покупаем, а она у нас у обоих появится. Так что. Давай, возьмем бензопилу. Так, а где она у нас? Она в разные там какие-то была, да, по-моему? Нет, внизу-внизу. А, вон цепные пилы, точно. Возьмем, наверное, красную. Они все одинаковые. Тебе красная нормально? Да, пойдет. Пофиг. Поехали. Спилим дерево. О, пошел. Я как раз подгоню сюда погрузчик, который у нас уволочит это все. Что, можно пилить? Ну что, давай. Давай, пили, я посмотрю. Заснимем, как это. Для истории. Для истории. Только на теплицу. Интересно, если упадет на теплицу, разрушит, нет? Давай с другой стороны, вот так попробуем. Давай, чтобы на теплицу. Ну или боксим, давай хоть как уже. Ну что, готов? Все, пилю. Уже пил. Да ладно, ты что? Все. Все, все. Это произошло незаметно. Все, теперь сейчас в ту сторону давай. А, сейчас пойдет в ту. В твою, ага. Так, давай мы увезем куда-нибудь. Отсюда толкай. Вот отсюда заезжай. Угу. Сейчас, 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 я объеду. Давай, давай. Я думаю, его к дороге, да, куда-нибудь? Там видно даже пропил маленько. Подойдешь, посмотри. Вот, пропил. В самом низу, видишь? Полосочка такая маленько-маленько, тоненько-тоненько. Видишь? Слушай, что-то не видно. На карта сядь. Попробуй. Да, я сижу. Не получается, не видно? Не видно, оно заросло. Уже, да? Оно заросло. Дерево, смотри, какое. Живучее, да? Так, тут этот у нас. Ладно. О-о-о-о! Давай, 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 давай. Опа. Завалил, я даже не заметил. Ну ладно, че уж. Надо его куда-то... О, нет. Только не застрять бы на нем. Да ладно уж, че? Так, мы сейчас его с низины потащим туда. Нам бы хотя бы просто в сторону отодвинуть. Я пока разгружаю комбайн у нас, чтоб не встал. Если че, потом приду. Все че, надо будет помочь. Могу на погрузчике приехать. Все, я попер с деревом. Так, вот сюда мы его отвезем. Походу, меня придется выпиливать. Опять? Сейчас давай я разгружу, потом к тебе телепортнусь, гляну. А может нет, может мне все-таки удастся выпутаться из этих... Дебрей. Дебрей, ну. Ну, че там? Да все хуже и хуже с каждым движением. Обычно, да? Да, она затягивает, понимаешь? Она меня затягивает, она... Дерево... Дерево? Как его, хищник. Такое, знаешь, дерево, которое... Э-э-э-э, я пытаюсь, пытаюсь... Да, да, я победил. Ты плава тащил тебя. Да, я сяду. Мы боролись долго. В общем, все нормально. Давай, я ставить буду эту теплицу. Теплицу ставлю вдоль забора. Давай. Я сейчас приду. Иду, иду, иду. И у нас опять будет открытие. Сегодня будем резать ленточки. А где дерево? Не вижу. А, вот вижу Так, я думаю, здесь однотипные теплицы Ну, не знаю Что, такую же поставить? А, давай такую-то Или мы Это с помидорами, а вообще можно с капустой Да, с капустой ставь, пофиг А здесь уже потом напротив них Такие же поставим Давай Всего места нам хватит здесь Или всю вышку обклеим с этих сторон, да? Или нам не хватит Здесь проехать никак, ну ладно Так, я пытаюсь, чтобы она была поравнее Немножко, она не высоковато ли будет? Вот чё, вопрос Да нормально, чё уж теперь У нас все не высоко Ставил Всё нормально Оп Всё идеально Нифига, я с крыши залетел сразу в ворота, прикинь Ты прыгал, а её ещё не было, да? Да Вот у нас строят как, да? Быстро Ну, отлично, то есть, отлично Так, ну всё, удобно? Вообще, мне теплица вообще очень нравится Так, ну чуть выперло, ну ладно, ничего Туда заполнять надо сейчас, да? Поедешь, заполнишь? Заполним сейчас И вперёд Так, туда у нас тут сеется кукурузка Нормально, нормально Дальше у нас тут у нас комбайн стоит Комбайнчик Работа, в общем, не прекращается у нас О, смотри, косичина Прикинь Чё такое? Уже созрела кукуруза Чё за фигня ему понять? А? Да ладно Созрела кукуруза кусок, прикинь Ты опять подсыпал гормоны роста, да? А? Я чё-то не догоняю или чё? Я не могу понять Почему так? Ё-моё Ты видел? Посмотри Сядь В комбайн Сейчас, сейчас, секунду Я тут катаюсь Это фигня Так, у нас что-то перевернули Тут нам этот Слушай, кто-то неаккуратно скинул А вот А вы перевернули А? А, вот, всё нормально Что перевернули? Да насадку Я ковш хочу подцепить А он... Знаю, кто это сделал Кто это, интересно, мог сделать, да? Я его не видел Ты не видел, да? Нет Ну, я думаю, на этом мы будем серию нашу завершать Потому что Теплице нужно немножко, как бы, это, значит Устояться Пока мы, значит, посадили там капусту Сделаем в следующей серии Доложим туда Навоз, воду Смотри, точно кукуруза Да только что засеяли Да вообще только-только, ну Вот представляете, ребят Это уже второй косяк, да, получается? То поле так у нас Почему так, непонятно Да я согласен, в принципе Нормально На такой косяк я согласен Созревает Да, всё хорошо Я думаю, на этом мы будем серию завершать На этой Быстро растущей кукурузе Сорт вам попался Весьма редкий Ну, здорово, в общем С вами был Родригес Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Заходите в группу ВКонтакте Я вам желаю хорошего настроения, друзья Всем пока-пока Всем пока, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok